Два года назад, и с поступим осенью, это было о ликвидации. Это тогда был, в принципе, разгар давления на общину в целом. И, собственно, не удивились, что еще с одной стороны прилетела претензия. Фактура была та же, что и в уголовном деле. То есть предъявляли, по сути, такие же основания, которые совпадают с уголовным делом. Процентов на 70. Поэтому мы тактику вырабатывали, просили приостановить дело до рассмотрения уголовного. Ну и, собственно... Ну и наказательства там были те же самые. То есть фактически в основу иска изначально были положены те экспертизы, которые были проведены в рамках уголовного дела. И оттуда взяты основания для ликвидации, которые были просто подобны подзагонам с одной совестью и региональных организаций. Под статьей 14, которая, собственно, будет основание для ликвидации. Да. Это было вообще копипаст вот этих вот экспертиз. Поэтому экспертизы сумбурно сформулированы были с самого начала. Поэтому мы ставили вопрос прокурору в самом первом судебном заседании. Пытались конкретизировать эти основания, что было конкретно, почему возражать. Ну, суд изначально был настроен. Так, разбирались мы в процессе, в общем-то. И прокурор нам на вопросы отвечала. Какое-то время им для этого предоставляли приличное. Ну, и потом предмет доказывания определяли, собственно. Они должны были доказать вообще то, что заявили. А мы были настроены опровергать. И ресурсы у нас все для этого были, потому что часть оснований были в принципе конкретные о том, что по факту происходит. Например, в общине. Они там меняли вообще все смертные грехи. От вегетарианства принудительного и проблем со здоровьем. Смерти детей от отказа от медицинской помощи. Такая была животрепещущая тема. Разрушение семьи из-за того, что, мол, чуть ли не принуждение к треугольникам. Склонение к самоубийству. К самоубийству, да, было основание. Потом у нас были основания по отказу от... Ну, от конецкой службы, это было принуждение тоже было. Принуждение, да. Принуждение к отчуждению имущества в виде, во-первых, десятины. Во-вторых, обязательно продажа имущества и жертвования в пользу церкви. Ну, при переезде вообще там на Малдон должен был якобы, по мнению прокуратуры, все деньги передать в церковь. Запрет выхода из религиозной организации, мол, нельзя выйти, потому что будет там порицание общественное такого уровня, что с ним человек не сможет справиться, если простыми словами. Потом по образованию, отказ от права на образование. Что якобы, да, дети должны учиться только в общинных школах, и образование там, как бы, отличаются от того, ну, в предыдущих государственных стандартах. То есть очень много про этого вопросов. Очень их интересовал урок... Да. А что за типо? Основы миропонимания. Да. Основы... С фактами опровергать, да, мы могли вот последователей привести, они... А, еще брак, ранние браки, обновление брак. Поощрение, да, браков несовершеннолетних из несовершеннолетних, и поощрение обновленных связей. Да. Несовершеннолетними и между несовершеннолетними, что якобы это одобряется, и всячески там пропагандируется в общинах. Это тоже та часть, которую мы могли опровергать, и этим мы занимались на протяжении года, до того, как была назначена экспертиза. И была часть, с которой крайне сложно работать изначально, это часть про психологическое давление и насилие. И даже нет смысла перечислять весь этот набор слов, но там и про манипуляции, гипноз, и про НЛП, НЛП, все, что заканчивается наивкой и труднодоказуемо фактами конкретными. То есть это были выводы изначально эксперта первого, который в уголовном деле сформировал вот эту экспертизу про то, насколько разрушительна и тоталитарна циклоза вообще. Ну да, потом это было поддержано заключением в отношении потерпевших по уголовному делу, в частности. Причем были делать, в принципе, только два заключения, это в отношении к Истерскому, в отношении к Истерскому, в отношении к Истереву. Да. Да, ценно говоря, то, что в уголовном деле потом потерпевшим добавилось, одни как-то их не туда сильно не придали. То есть им было достаточно этих двоих, и туда в том числе были получены эти экспертизы о установлении вреда здоровью. И это было лейтмотивом, собственно, всего процесса. Я тут полагаю, вообще был сформирован этот иск на общем фоне давления. Вроде как, а как мы еще можем среагировать на церковь, с учетом того, что по всем там, с каждым другом по телевизору показывают ее разрушительности. И, собственно, они сделали на то, что было, а дальше уже стараться и не захотели, собственно. Уже перестали взаимодействовать с уголовным делом, с следователем. Поэтому так вот все и осталось. Ну, и там ничего бы не добавилось по существу, только добавилось бы количество потерпевших. Но у прокуратуры и суда тоже ресурсы есть определенные. То есть им бы пришлось их всех возить, так вот и все. Видимо, решили, что достаточно хватит и этих двоих. Да, ну, дальше, собственно, процесс развивался достаточно интенсивно. Если после первого, между первым и вторым, первым и третьим заседаниями пришел месяц, если тут давало время, как готовиться к сторонам, то потом, когда мы пришли к этапу вызовывать опросы свидетелей, процесс пошел очень интенсивно. И мы собирались сначала дважды неделю по неделю по средам, а потом уже добавилось в пятницу, то есть трижды какие-то недели, потом, понятно, где-то возникали накладки разного рода и у суда, и там вот, у свидетелей. С ВКС там были иногда проблемы. Но, тем не менее, как минимум, два раза в неделю мы собирались. Причем мы работали в ночи дней. Да, да, то есть с утра, потом с обеда. Вот. И достаточно плотно мы работали. За все это время мы попросили 55 свидетелей в общей сложности. В основном это были наши свидетели. Да. То есть там было порядка 10 свидетелей прокуратуры, да, остальные это свидетели, которые были приглашены в том числе, да, в том числе, да, он задавал вопросы, он, в принципе, понимал о том, о чем мы говорим, да, то есть нашу позицию как-то вот. Казалось даже, что он уровень бреда, претензий понимает, потому что вот вопрос о вегетарианстве, ну, прям звучало сопоставление с православием, где у нас есть достаточно жесткие посты в определенные периоды, и, да, ну, предмет удерживался, и масса свидетелей была именно наша. Это были последователи церкви, или Андрей Евгеньевич каждый раз ездил практически в каждый процесс. То есть мы организовывались, работали очень плотно, это был прям год, когда мы именно опровергали вот эти вот 80% исков, которые были основаны на фактических претензиях о том, что самоубийство, и вот все-все вот эти вещи, которые мы перечисляли. Всех интересовали треугольники, конечно, насколько там все в церкви развито, и, ну, я здесь считаю, что мы опровергли полностью вот эти основания фактические. Потому что, да, ни один из свидетелей, даже в том числе свидетелей, которые были приглашены прокуратуры, ни один из них не подтвердил то, чего нет на самом деле. Да. А то есть этого нету, нету. Понятно, что там оценки, новости, сплетни, слухи, это все... Они обучали, да. Да, но когда мы начинали разбираться в конкретных фактах, ну, например, там, по отказу по медпомощи, там фигурировало несколько историй, связанных там со смертью младенцев, со смертью рожениц, да, в результате домашних родов, и там с диабетом было бы, шеплые истории. Да. И когда вот эти фамилии звучали, конкретные факты, мы приводили конкретных свидетелей, которые это могли провернуть. Это врачи, сами эти люди, да, или родственники, которые, собственно, эти все домыслы проверяли, и говорили, что, ну, на самом деле, было не так. Бывало так, что звучит, например, там, это есть, это распространено. Спрашиваешь конкретно, назовите фамилии. Человек говорит, просто знаю. Да, сон про треугольники, да. Мы у всех всегда, когда-нибудь, да, вот треугольники, треугольники, когда начинаете спрашивать, Максовский гендант, это два-три же истории. Две-три истории 30-летней давности. Да, которые потом также были вступлены на проверку, либо участниками этих историй, либо более близкими свидетелями. Те свидетели, которые явно были настроены, вот которые в прокуратуру, в принципе, на которых она и ссылалась до конца, они в целом вообще свидетельствовали о событиях 20-летней примерно давности, то есть это последователи, которые давно удалились из церкви, либо это родственники последователей, которые изначально не одобряли выбор своих близких, которые стали последовать имя ЦПЗ. И, собственно, были такие личные обиды высказаны в том числе, были мотивы понятные некоторых людей. Ну и в целом можно сказать, что по фактам они сказали правду, не сославшись на источники. То есть они действительно предполагают, например, или по слухам думают, что знают, что так было, но не подтвердили этого. Поэтому у нас в этом плане тут даже эта экспертиза не смогла, хотя мы предполагаем, что старательно пыталась, но не смогла вот эти факты установить. Потому что все, что фактически можно было подтвердить, мы подтвердили. Ну либо опровергли. Плюс еще по ходатайству защиты ответчика, представители ответчика, были заброшены во всех районных отделах полиции, в прокуратурах, ну, соответственно, Курагинского, Каратузского и какого-то учебного получается. Курагинский, Каратузский, если вы имеете в виду? Курагинский, район проживания, в основном, где населенные пункты, в общем, администрация, в полиции, прокуратура, отделы по работе с несовершеннолетними, тех районов, в которых проживают исследователи, были сделаны запросы относительно каких-то нарушений, преступлений, в том числе и несовершеннолетних. Была представлена статистика, были представлены, какие смогли они найти истории дела, но ни одного факта уголовного дела не было. То есть, если какие-то и возбуждались дела, они либо прекращались, либо было отказано возбуждение уголовного дела, это вот как раз эти истории со смертью детей, которые в том числе в уголовном деле фигурировали. И там была одна история, связанная с отказом от службы дела, возбуждалась, но она тоже была упрощена. Вот. И... А, ну и вот история скидни. Да. Интерпретировалась прокуратурой в другую сторону. Да. То есть, в принципе, если бы, какова была наша позиция, да, если бы вот это действительно все было так, как описывает этот прокурор, то наверняка правоохранители бы тоже поддержали эту позицию, это место, да, места, и фактура была бы гораздо выше. Это бы фиксировалось просто. Ну, в целом, любое действие следы оставляет. Это не осталось бы бесследно. Община живет там множество лет, они не один год, не два, их знают абсолютно все. Поэтому у нас же допрашивались не только последователи, но допрашивались просто люди, которые проживают на территории Гулягинского района. Ну, да, населенных пунктов, скажем, покупок. Да, вот, то есть мы работали достаточно так интенсивно, плотно, но в какой-то момент ход процесса начал меняться. То есть, судья начал активно логировать тему с экспертизы, то есть он начал предлагать сторонам. Здесь в это время мы немного брали паузу, потому что у нас в это время готовилось заключение наших специалистов. Это Панченко и другие специалисты, лингвисты, психолог, которые делали исследования по поставленным нами вопросам. Вопросы, естественно, были стремлены, исходя из требований. Мы полагали, что представим это заключение, да, и, возможно, вообще, в принципе, отпадет необходимость проведения экспертизы, потому что это специалисты, которые обладают специальным знанием. Экспертиза не обязательно в таких процессах. То есть суд может выносить решение на основании показаний и должен, показаний свидетелей, иных документов, доказательств, которые представлены. Это нет такого, что есть экспертиза и все, теперь больше нам ничего делать не надо. Да, но суд как бы занял здесь жесткую поясницу, сказал, нет, все это мне неинтересно, мне нужна экспертиза. Тогда мы, в принципе, уже поняли, что суд не хочет сам разбираться, не хочет, условно, брать на себя ответственность за это дело. То есть нужно мнение, условно, эксперта, который напишет так или так. За которое можно сослаться и сказать, он специалист, он разобрался, мы не специалисты, поэтому мы верим на свидание. Вот, очень долго мы выбирали экспертные учреждения, нами были предложены, соответственно, те, кого мы считаем независимыми, неангажированными, специалисты конкретные, либо учреждения. А прокуратурой же были, ладно, по слову только они предлагали, да. Причем не было анализов. Экспертов они предлагали, в том числе, вот, как и Лили Ведове, они Григорьеву предлагали. Вот, дальше судья, что делать, он в какой-то момент просто берет наслечать эту экспертизу, причем ни одна из сторон не заявляла о ходатайстве. Это очень важно с профессиональной точки зрения, да. Экспертизу можно просить какая-то из сторон процесса, да, либо может судья по своей инициативе. Ни одна из сторон не просила. То есть мы предлагали вопросы, мы предлагали экспертов, ну, потому что суд нас об этом просил, да, но мы не просили провести экспертизу. Мы даже возражали изначально. Просто он сказал, было понятно, что суд ставит перед стороной вопрос, мы не могли не среагировать, иначе это случилось бы без нас. Да, то есть мы как могли, хотя бы вопросы какие-то свои смогли поставить и сформулировать. И суд назначил экспертизу в СФУ, причем он просто написал в отделении. В СФУ, да. И указывая конкретные экспертизы, что университет большой, найдете, кому поручить. Специалистов найдете. И дальше был интересный момент, связанный с судебными расходами, потому что в ответ на судебный вопрос, запрос, СФУ, а это было уже после. То есть суд сразу просто в определении написал, что расходы судебные, это опять же процессуальный момент, когда проводится экспертиза, естественно, она каких-то денег стоит, потому что эксперт берет деньги за свою работу. Обычно, кто просит экспертизу, на право возлагаются расходы, а потом та сторона, которая проиграла, она возмещает эти расходы, в случае, если это было не ам. Вот. И суд, вынося в отделении, он сделал очень хитро. Он распределил эти расходы на сторону. То есть он сказал ответчик, и, естественно, попала в расходы. Да. Оснований законов вообще не было. Мы смотрим, ну как это может быть? Там в законе просто написано, по инициативе суда, значит, оплачивает бюджет. По инициативе ответчика, ответчика, естественно, ничего трудного вообще нет. Суд такой, при том, что процедура обычно строится, вот, ну, мы же заявляем эксперты, да, и мы готовы, значит, его оплатить. Мы страшны, сколько он стоит заранее. Мы СФУ не заявляли, например. Мы вообще против будет назначения экспертизы в СФУ. Ни суд, ни прокуратура, никто не запросил, сколько вообще это будет стоить. Кто назначил, да. Я прям думаю, если бы мы в апелляции-то не изменили, как бы вообще строилось это все? Прям совершенно. Ну, да, вот, по фактам, СФУ, а потом разберемся, сколько стоит, кто будет делать. Сроки, да, да, еще в определении были указаны туда сроки, там, причем, им даже за три, да, изначально. Мы это определение обжаловали. Конечно, там просто, во-первых, была сумма, это было больше 12 миллионов. Нет, тогда еще суммы не было. Мы просто обжаловали определение, потому что полагали, что нарушен закон предназначения, да, что вот эти расходы распределены на стороны, когда стороны не просили. Не хотели вообще. И апелляция отменила в этой части определение и исключила распределение на стороны, ну и, соответственно, экспертиза оплачивалась, ну и проводилась за счет бюджета судебного департамента, фактически федерального бюджета. Вот, и дальше каким образом развиваются события, то есть суд дает на экспертизу три месяца. Затем направляет запрос в СФУ, и СФУ им отвечает, что они будут экспертизу делать год. То есть это было в августе 21-го года, и они сказали, что именно 31 августа 22-го года срок для проведения экспертизы. И цены указывают, что может быть полевое исследование, да, эксперты поедут в общину, например, месяц поживую, проинтервьюируют там людей, пронаблюдают. Ну, а как бы это должно было быть по-хорошему. Да, это нормальные методы полевого исследования, да. Как-то кажется, читать материалы дела за 12 миллионов в целый год, это как-то... Чересчур. Чересчур, да, мягко говоря. Поэтому мы предполагали, что что-то будет, но, разумеется, наблюдали, никаких движений не было. А, ну, когда мы узнали срок и стоимость, мы заявили ходатайство судей о возобновлении производства, что, ну, поскольку назначает экспертизу, он эти моменты не уточнил. А тут это стало очевидно, и мы заявили ходатайство о возобновлении, чтобы он мог либо переназначить, либо, ну, как-то скорректировать свою позицию, но он отказал, как бы, дав понять, что его устраивает и цена, и срок. На тот момент было уже понятно, что эта позиция, связанная в целом с подходом к делу, что суд не откажется от этой экспертизы, будет на нее опираться до самого конца. Да, да, то есть тогда, может, иллюзии наши относительно настроя судей разобраться в этом деле, и они развеялись. На тот момент мы имели такой расклад, например, там, заявляется отказ от предпринимательской деятельности. Мы приводим нескольких предпринимателей, которые про разный бизнес рассказывают вообще, там, отказ от медицинской помощи у нас приходит врач, говорит, прививаются, пьют таблетки. Свидетели прокуратуры говорят, я что, не выпью таблетку, если у меня болит голова, и так далее. Так, по каждому основанию, ну, вот, мы вот остаемся с вот этим и определением на год экспертизы. То есть год работы, и сейчас еще год будут работать эксперты. Процедура экспертизы непрозрачна была абсолютно, то есть вот, что они делали в этот год, непонятно. Ну, судя по документам... Судя по заключению, они работали, условно, месяц, то есть, потому что подписка у них датирована экспертиза 31 августа, а подписку у них отобрали, по-моему, только 21 сентября. Да. То есть вот великий, видимо, дат нет экспертов. Обычно нормальный эксперты пишут, что исследование проводилось в период с такого вот такой, то есть экспертиза на читах какой-то, это все закончено, и так далее. У них однократно стоит это вот просто датное заключение. Но поэтому витомляется суд вообще о ходе экспертизы, потому что, ну, логично, суд платит, суд ждет на своем процессе. Но здесь это вообще абсолютно не было. Судя по экспертизе, они просто почитали материалы дела еще и не все. Потому что у нас там очень вольный подход к цитированию Последнего Завета, очень вольный. Где-то вещи, которых вообще нет в Последнем Завете, которые проверял Игорь Евгеньевич. Да, варят последователь, да, потом все равно не выражали относительно цитирования, там, вопросов, которые есть. Люди, которые знают Последний Завет, прям отмечают о том, насколько они конкретно, во-первых, интерпретация... Либо вырвана из контекста, да, и дана своя интерпретация, там, вольная. Либо просто неточная цитата, либо, вот, Андрей Евгеньевич там приводил случай, когда... Такого общения нет. Ну, как это будут ли цитаты, я не знаю, где еще они взяли. А я думаю, взяли, они это из экспертизы АСАФО, которая была первоначальная, потому что там, очевидно, такой вот надерганный из разных частей материалов дела. Это все, поэтому, да, не перепроверили просто. Ну, там есть буквально, вот, ну, логика работы с текстом, профессиональная, строится на том, что ты ссылаешься, где это найти. Собственно, если... Ну, чтобы в сторону мы проверили. Да, да, то есть там есть некоторая, допустим, там, декларация, «Виссарион говорит», двоеточие, фраза, «Где Виссарион это говорит?», ну, прям, абсолютно пустота в этой части. Да, ну, и вот, да, вернемся к процессу, собственно, в конце сентября. В августе они продлили еще дату, время проведения экспертизы, они не успевали, и еще больше времени потребовалось. Но в конце сентября мы узнали, что пришла экспертиза. Да, мы позвонили помощник, мы, конечно, очень с нетерпением ждали, ознакомились с заключением, но, во-первых, нас, в первую очередь, удивил объем. То есть, полагая, мы полагали, что за год проведения экспертизы, за ту сумму, за которую она была проведена, как бы, он должен был быть более объемным. У меня еще помощник спрашивал по телефону, сколько томов экспертизы, сколько человек мне брать, чтобы познакомиться, он такой, ну, наверное, один том, а в итоге экспертиза у нас 321 листок, скажете. Да, чуть больше 300 страниц. Да, мы прикинули, что 40 тысяч за страницу, да. Причем обычно дело, объем дела, это 250-300 листов, то есть это реально один том дело. У нас, в принципе, 12 томов, 15 томов по существу плюс последний завет, да. И вот, ну, люди-то вот это должны были исследовать, даже ссылок должно было быть, ну, явно больше. Огромный последний завет, с тем, как это применяется, мы прям книжки, прям, поэтому, да. Вот, и, собственно, когда суд получил эту экспертизу, процесс резко изменил вообще свой характер, свой вектор. После того, как пришла экспертиза, да, как мы возобновили производство по делу, до вынесения решений пришло 4 судебные заседания. В первом судебном заседании мы, собственно, собрались, возобновили производство по делу, и суд предложил прокуратуре уточнить свой иск, потому что даже в этой экспертизе часть оснований, которые они заявляли изначально, они исчезли, да, это воинская служба, вот этот отказ. Это образование, решение права на образование, это суициды, это... Эксперты не лишили, да, все, что связано с ограничениями в питании, то есть ничего этого не осталось, даже эксперты, как бы они там ни старались. Но, условно, из 20 компрометирующих вопросов, да, эксперты на 18 ответили, нет, не найдено, нет, не обнаружено в материалах, там не обнаружено ни призывов к самоубийству, ни одобрения самоубийства, ни осталось под медицинской помощью, ничего. Да, ну и, естественно, прокуратура, как бы, здесь не могла уклониться, да, они вынуждены были уточнить свой иск, то есть следующее заседание, они принесли уточненый иск, а, соответственно, нам суд дал время снимать на комнате свою позицию сформулировать. Это были два судебных заседания, вот просто по процедуре, вот люди приходят, да, процессуально надо дело возобновить, вот оно приостановлено, да, надо ему движение придать, поэтому пришли, обсудили этот вопрос, возобновили. Прокурор тоже, ну, принес новый документ, идите читайте, то есть по существу работы не было, мы не допрашивали никого, ничего не читали, ничего подобного. А третье судебное заседание развернулось. Да, то есть третье заседание мы пришли, когда, как бы, по логике мы должны были выразить свою позицию и свое отношение к уточненному иску, да, и дальше спланировать, ну, как мы это видели, да, что мы дальше спланируем порядок работы, потому что у нас есть еще неисследованные доказательства. Перед назначением экспертизы мы с судом, ну, как бы это обсуждали, мы говорили, что у нас еще есть свидетельства, ну, давайте экспертизу проведем, а потом там еще допросим, кого вы хотите, заявляйте, и все. Мы не собирались останавливаться, вот мы не воспринимали как сторона экспертизу, как окончание процесса, аналогично, наоборот, опровергать новое доказательство, у нас масса идей и способов доказывать несостоятельность экспертных выводов в части, которые нам изобречают и предъявляют претензии к церкви. Да, и плюс, как бы, ну, чисто в ресурсуально, вот, как раз, наше логическое впечатление, есть определенный механизм работы с экспертизой, то есть всегда в процессе, если появляется экспертное заключение, у тебя есть несколько этапов, да, первый, это всегда идет допрос эксперта, когда ты у него уточняешь какие-то моменты, выясняешь, да, противоречия какие-то, то есть это право, которое, ну, практически, безусловно, дается сторонам допросить экспертов, это, ну, практически всегда делаете, если есть согласные заключения. Второй этап, это провержение этой экспертизы путем подготовки рецензии, то есть, как это обычно делается, находится другой эксперт или специалист, которому ты даешь эту экспертизу, он ее читает и говорит, нарушены вот такие методики, например, здесь вот вывод не обоснованно, ну, то есть кричикует, как эксперт, сам ход, то есть не по существу, а именно по существу, что экспертиза проведена с нарушениями. И третий этап, это, соответственно, заявление ходатайства о назначении, там, повторной или дополнительной экспертизы, когда выявлены либо нарушения в проведении, тогда повторной, то есть новая экспертиза проводится другим экспертным учреждением, либо дополнительной, когда, ну, чего-то не хватает, то есть на все вопросы ответил эксперт недостаточно, там, что-то раскрыл, тогда этим же, либо, может быть, другим дополнительно назначено, но, как бы, ну, дополнение к тем выводам, которые уже есть. То есть у нас, в принципе, этот план работы был, да, плюс был допрос экспертов, наших специалистов, тех, которые проводили исследования по нашему, по нашему продавцу, да. С учетом того, что там был столкован последний завет, на наш взгляд некорректно, мы хотели допросить Тора Хареткина-Ведерникова. В том числе, да, потому что эксперт, один из главных выводов, которые сделал эксперт, именно религовед, был о том, что все письменное учение, оно вторичное, первичное, это слово Василиона, и что, соответственно, учение, оно меняется в зависимости от того, что говорит Василион. И в связи с этим, естественно, у нас было податство его допроса, поскольку, раз, вот, основа это то, что он говорит, давайте послушаем ему эти вопросы и зададим, что он скажет. Ну, это, как бы, логично, как нам казалось. Ну, и в суду. Мы этих людей заявляли, в принципе, в качестве заинтересованных, и мы с самого начала говорили, уважаемый суд, нельзя игнорировать, что они здесь есть, что на их слова ссылается каждый в этом процессе, и мы, и другая сторона. Давайте мы их пригласим. Ну, суд, ты вообще не увидел связи между Ретикиным и Торопом и этим судебным разбирательством. Хотя, казалось бы, вроде очевидно, если каждый день фамилию говорим, наверное, как-то это связан человек. Наверное, нам нужно слушать в этом действии. Я думаю, здесь есть существенное нарушение процессуальное, и это порождается мнение вообще в объективности процесса, когда люди, на основе слов, которым все-все-все основано вообще, они просто удаляются, и весь процесс делается вид, как будто бы они, ну, как минимум, живут на Луне, да. Мы про них говорим и в курсе, что они есть, но как будто бы мы не можем с ними взаимодействовать никак вообще. Да. Может быть, боялись гипноза, я не знаю, про которые сказал у нас эксперт. Техники, разговоры на гипнозе. То есть, вот, мы приходим, собственно, вот в это третье судебное заседание, думаем, что мы запланируем эту работу, взглянем соответствующие ходатайства, да, то есть, ну, думаю, прокуратуру будет, может быть, какие-то тоже ходатайства, то есть, мы-то думали, что процесс будет продолжаться, вот у нас еще одно появилось доказательство, это экспертиза, но мы дальше работаем. И это обсуждалось, что мы придем и изучим позиции. Да, но суд как-то очень резко вдруг изменил вообще эффект своего поведения, отказал нам, как это, подряд во всех ходатайствах, которые мы заявляли, принес все там отделы, начали их выключать, ну, как исследование. Исследование, да, это тоже процедура, там в томах письменные доказательства, то есть, мы раньше только свидетелей слушали, сейчас их должны изучить, то есть, он, по сути, должен, ну, вот, прочитать материалы дела, да, стороны прокомментировать, как-то, мы вот изучаем, оцениваем документы, которые в день. Да, 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 свое видение, условно, делаем, как только документы, но вместо этого судья назвал том, без дела и название документов, ну, например, заключение экспертов, полеговеда, там, такого-то числа, так, что там том, какой-то без дела, какой-то, какой-то документ. Какие-то нам удавалось заставить его исследовать, то есть, читать полностью, но это прям единичный. Ну, мы сражались буквально, там, за каждый документ, который нам принципиально было исследовать, и на самом деле исследовали то, что нужно, но не все, безусловно, он ограничил возможности ответчика 100%, в исследовании прокуратуре ничего не было нужно, прокуратура очень спокойно начнет эту стратегию, и все, вот, поэтому... Мы не знаем, что произошло, здесь мы можем только предполагать, было ли это как-то более свыше, ну, вот, процесс пошел так, как пошел, и... Да, то есть, в том числе, вот это заключение СПУ, опять же, в соответствии с нормой кодекса... Исследование экспертизы должно быть полностью, и заключение он должен был прочитать полностью, мы должны были его исследовать, и, там, обратить на что-то внимание. В этом есть логика, потому что тут же не только выводы существуют, да, тут существуют методики, тут существуют опоры, на что свидетели опирались, тут логика исследования в том, что мы, например, смотрим, вот экспертиза, там, написано, например, последний завет содержит там призыв к чему-нибудь, давайте откроем, на что тут экспертиза, там, вообще-то есть, может быть, какая-то ошибка, если мы, например, да, об этом заявляем. Поэтому логика работы с материалом, делала оценки всех доказательств. Да, но суд даже это заключение оказался исследовать полностью, то есть, мы прочитали только угол. Это звучит как, как, нам важно, что в конце вы написали, какого мнения. Перейдем к финалу книги, да, нам интересно, как назывался сюжет, давайте посмотрим, кто убийца. Это эпилог, да, да, вот. Но мы считаем, что это не было исследованием доказательств, то есть, вот, последний завет на минуту, первоисточник всего, всей экспертизы, был исследован, как исследуются 12, 12 томов последнего завета. Ну, красные, красивые книжки, ты, да, по другую сторону. Мы при этом заявили ходатайство о том, что нам нужно подготовиться к исследованию последнего завета, то есть, как мы его видели, когда мы говорим, давайте читаем, там, книга такая, там, стих такой, там, страница такая, там, следующий. Ну, поэтому нужно было время для подготовки, нельзя ходатайство, в отношении, чтобы нам вот к этому последованию подготовились. И давайте сейчас. Ну, естественно, мы не могли бы, да, эти 19 томов, мы просто не думали, что вот это вот будет. Какая-то логика, если ты собираешься исследовать последний завет, вот мы, да, там, как юристы, мы должны быть готовы, что завтра нам нужно вот такой материал с собой принести, поговорить с Андреем Евгеньевичем, с последователями, да, и приносить это опровергать. А, ну, с таким же успехом вообще любые книги, допустим, нужно исследовать. Прочитать, найдите здесь то, что вам нравится. Да, вот 19 томов говорили, о чем мы прочитали, да. То есть, вот так это было. Не удалось нам, несмотря на заявляемые возражения, то есть, мы процессуально, юридически реагировали на это, да, мы заявляли ему возражения в процессе, мы заявляли ходатайства, в которых нам было отказано. Окно открыли, окно закрыли. А, да. Это был циничный процесс, на самом деле, потому что, ну, в первую очередь, я нас не предупредила, потому что, ну, обычно, как это делается обычно, нормальный процесс, то есть, у тебя, против софт-лактора, будем исследовать материалы, не условно. Мы, например, организуем присутствие Андрея Евгеньевича. Да, то есть, да, кстати, не было, что, да, Андрея Евгеньевича, потому что процесс должен был быть чисто формальный, то есть, мы должны были определить дальше стратеги и двигаться. Обычно стороны предупреждаются, чтобы стороны могли подготовиться. А тут это вот так вот было, и нас не отпускали, не беляли перерыв просто, вот, там, для справления естественных нужд, там, не обеда, ничего. Буквально за закрытыми дверями, и вот. Насильно удерживают. Да, да, да. Преятствуют наш выход из кабинета. Да, да, да. Да, единственное, о чем тогда мы просили, когда мы замерзли, очень сильно было открыто, так, ну, просили закрыть все так. Ну, он сказал, ну, видите, я ваш холостов оборитворил, даже виспосуждение. Так, говорю, это мы верхцы не знаем, вообще. Решение было принято, очевидно, и можно было соблюсти формальный этап исследователя. Чтобы в протоколе написать, что оно было. Да. А по содержанию уже не интересовало ничего. Абсолютно демонстративно скучающий. Судья, да. Да. Чуть ли не вносок ковыряющий. Нестающий ежедневник. Какой-то там взял еще, что-то не ставит. Прокуроры, мечтательные. Телефоносудящий. Господи, опять этот последний завет. Ну, что вам непонятно, есть экспертиза, все, достаточно. И все, то есть, вот, это получается в пятницу, да, исследовали. Это было в пятницу до вечера, до самого вечера. То есть мы вышли из процесса полшестого. И суд сказал, что, ну, в понедельник в 11.00. А премьер, ну, это такой этап, опять же, нормальный процесс. Как у нас эксперты делили религиозное течение на нормальный и учение церкви последнего завета. Так и мы будем делить процессы на нормальный и о ликвидации церкви последнего завета. Да, так вот, нормальный процесс, к премьер в сторону готовится. Суд дает время всегда, как минимум, там, неделю, хотя бы. Ну, потому что премьер это, когда каждый из сторон по результатам всего-всего-всего процесса дает свое видение. Оценку доказательств, свое мнение, там, нормы закона приводит. И, как бы, обосновывает свою итоговую позицию по делу, говорит, ну, какое-нибудь условное решение подняется, и точно сделает. Премьер приобщается в письменном виде к материалам дела. Логично, как я обращаюсь к ним, изучая позицию сторон. По логике он должен обзываться на наши аргументы, да, почему он, например, считает, что прокуратура в этой части права не мы. И это анализ всего. Вот, по сути, мы должны были весь процесс за два года проанализировать, да, и представить свою позицию. И сказаться, да, по всем доказательствам, по всем основаниям. И он нам дает времени, условно, полтора часа рабочего времени в пятницу. Ну, это, если до шести, мы берем. Да, 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 не полтора, а полчаса. Полчаса, да, полчаса рабочего времени в пятницу, и, соответственно, два часа рабочего времени в понедельник. В понедельник 11 утра, да. Мы, на что мы заявили, мол, за Женем, ну как, вы нам предлагаете за два с половиной часа подготовиться к трене, по такому делу, что искал, ну, все вреда условия. Куда была эта спешка, мы не понимаем. Мы просили, хотя бы дайте нам до вторника время, хотя бы вот один день нам еще дать, и подготовиться, по-моему, это как-то речи. Хотя ничего не мешало. Во-первых, дать нам представить дополнительные доказательства, да, ну, как минимум один день мы бы привели свидетелей. Мы бы привели свидетелей, мы бы дали объяснение, Андрей Евгеньевич бы дал. И, ну, еще были ресурсы, мы, ходатайство, мы, там, исключение экспертизы, нам пришлось их заявлять в другом формате, судья сказал, будет оценивать при принятии решения. Ничего не мешало дать это. Мы, нельзя сказать, что мы тут полгода сидим в процессе и ничего не делаем. Было единственное судебное заседание по существу, которое прошло за день, полный рабочий день, в котором исследовано огромное количество, мы исследовано, там, он делал. Вот, и, собственно, да. Потом мы ждали интересные выходные, да, и до вечера, самого в пятницу, и все выходные, и понедельник мы, конечно, готовились к премиям судебным. Это было принципиально, хотя мы понимали, что это бесконечно, да, к чему идет процесс, что решение уже принято, нам это продемонстрировали всяко, как только могли. Ну, собственно, работали с премиями. В прокуратуре было легче, им достаточно экспертизы, больше ничего не надо. Мы занимались главным образом премиям, анализом экспертизы. Ну, поскольку это основной документ, на котором позиция прокуратуры устроилась, почему? В целом, экспертиза выглядела так. Там была религиозная часть, которая анализировала научения посреднего завета, да, и анализировала показания свидетелей. И они вот отвечали как раз на эти вопросы, которые все, что лучше знали, все, что про медицинскую помощь, про все, и никаких нарушений там. Ну, просто нет, не обнаружено, нет, не содержат материалов, церкви посреднего завета, призывают самоубийство и так далее. Вот. Самые... у нас из оснований, с которыми мы остались в премии, с которыми мы опровергались, это у нас осталось принуждение к разрушению семьи, запрет выхода из общины, из религиозной организации и насилия. Несовершеннолетний, да, допущение браков и полной связи между несовершеннолетними и с несовершеннолетними, имущество, принуждение к отчуждению имущества осталось. И все. А остальное все это психология. Вот это психологическое насилие. Причем тоже очень интересно это сделал эксперт и вслед за ним это сделала прокуратура. Там ряд вопросов формулировался перед экспертом, касающихся как раз психологического насилия, каких-то нарушений. И вот это все описывается, описывается. А дальше стоит вопрос. А могли ли последователи, могут ли последователи осознавать, что на них оказывается вот это психологическое воздействие, психологическое насилие? И эксперт ответил, нет, не могли. Ну, то есть логика освоится, что вот все эти люди, которых мы слушали, 55 человек, они на самом деле под грипнозом, под МЛП, там, и больше не понимают. Да, они ничего не понимают. И вот этот Андрей Евгеньевич, который встал, он как бы очень искренне и душевно рассказал вообще и свою историю, и свое мнение по поводу всего этого. И тоже все это вот он просто не осознает. Это, конечно, легко этим прикрыться. Да, хотя никто в глаза из экспертов не видел ни одного последователя. Нельзя сказать, что с кем-то они поговорили и поняли, что человек под принуждением. Нет, не просто поговорили, а провели определенное психологическое... Насколько бы то истолирование, которое выяснили, что он не осознает. Да, они это сделали. Ничего вообще. Просто вот декларация. Вот что на это можно ответить, да? Они не могли осознавать. Ну, что нет, могли осознавать, и осознавали. И что мы с этим будем делать, да? Какой из этого вывод будет исследовать? Да, и как строился, собственно, этот день, когда было внесено решение? То есть, прение, ну, опять же, по партизационным нормам, прение начинает истеть. То есть, выступила прокуратура, достаточно коротко. А, нет, мы здесь хитрость определенную сделала, да? Поскольку в пятницу все те ходатайства, которые мы заявляли, мы заявляли устно, да? И мы боялись, что они могут быть не отражены в протоколе, да, исчезнуть. Мы подготовили все эти ходатайства к письмам. Мы продублировали, сделали обоснованными. Восемь ходатайства, да? Восемь ходатайства и направили. Вопросы экспертов, в допросе специалистов, в допросе дополнительных свидетелей, о допросе Тора Политикина и Дерникова, об исключении экспертизы как доказательства, потому что, ну, по водям, что она была проведена и назначена с нарушением процессуальных норм, определенных, да? А что еще? Ну, возражения на действия, возражения на действия по процедуре, и ходатайства возобновлений дела. О последовании, да. О последовании последнего завета, где мы уже конкретно указали, что нужно возобновить и исследовать последний завет конкретно там в частях определенные там, да, те моменты, которые мы благодаря необходимо было прочитать. Мы считали, что это должно быть в деле, если судья действительно так уверен в том, что он не нарушает наши права на представление доказательств, пусть отказывает нам вот буквально бумагу. Да, и поскольку мы боялись, что в процессе у нас, ну, не даст нам возможности, потому что он вроде как процесс окончил, да, и пришел в крене, мы их отправили в воскресенье вечером через систему ГАЗ правосудия, это вот система электронного документа оборота, да, когда они, соответственно, в суд документы поступают. Их нельзя набросить из дела уже, потому что вот они вот прям в штабе их стоят, и они пришли к суду на стол. Так, то есть нельзя, потому что он у нас их не имел права, то есть они к нему пришли, и процесс он начался с того, что, ну, как бы, да, мне поступили ваши бумажки, буквально, да, я их приобщил к материалам дела, и вот так он это делал. Он рассмотрел буквально пару ходатайс, вот нормально рассмотрел, обоснуйте там эту часть, обоснуйте там, а вы отзовитесь. Остальное, вот ходатайс, например, о том, чтобы Андрей Евгеньевич дал объяснение стороны, это прям, ну, это право стороны, да, типа, пояснения по делу. А он прочитал его и говорит, вы выскажитесь в премии. И отцел предложил, и я потом говорю, поясните, пожалуйста, вот я бы хотела по этому ходатайству высказаться, да, и хотела бы услышать мнение от сторон, потому что никаких оснований отказывать, нет, сторона здесь, она готова дать пояснение, он не был опрошен ранее. То есть он сказал, я разрешил это ходатайс. То есть это вот был такой вот вид, буквально прочитал, потом. Вот, и, собственно, вы пришли к судебным премиям, поскольку уже все остальное суд посчитал сделанным. Выступила прокуратура, достаточно коротко, мне кажется, она там здесь была. Ну, 15, да, ну больше, два представителя прокуратуры, очень быстро, ничего выходящего за пределы экспертизы не было. Цитировав определенные выводы экспертов, да. Ну, и добавлены фамилии нескольких свидетелей, которые выступали, ну, собственно, фразы, как там интерпретируются прокуратуры, право в Церкви Последнего Завета. Все, это было очень коротко и понятно. Да, наше. Ожидаемо. Собственно, через наше премиям, и здесь сначала он дарит право высказаться Андрею Евгеньевичу, как, собственно, непосредственному участнику всех событий, да, представитель в Церкви, и он рассказал и о своей истории лично, да, и в том числе о его личных взаимоотношениях, потому что именно его фамилия звучал в ряду треугольников, о которых вспомнили свидетели, об одном из случаев, да, и он, собственно, прояснил, в чем там была ситуация. А дальше он начал цитировать Последний Завет те места, которые, как бы, опровергали доводы экспертов. Тактически мы это сделали, потому что нам не дали прочитать Последний Завет судебного заседания. В премиях мы можем говорить все, что относится к предмету спора, и мы можем, как судья нам сказал, вы можете ссылаться на это в премиях. Поэтому мы, собственно, если суд не хочет изучать это в процессе, значит, мы имеем право процитировать этот премий. Ну да, поскольку они формально исследованы, потому что все эти доказательства в деле, значит, на всех на них мы можем ссылаться, на все 19 томов, в той части, которую считаем нужным. Вот, судья был не готов, видимо, к этому, он не думал, что мы так основательно будем свою позицию предъявлять, и чтобы успеем подготовиться так хорошо. Я думаю, специально нам дался прошедший срок, чтобы... Побыстрее. Да, чтобы мы быстренько там что-то не успели, в общем, подготовиться качественно, и чтобы это все быстро прошло. Он попытался остановить Андрея Кенча, да, но это, опять же, грубое нарушение процесса, потому что нельзя речь в премиях прерывать, потому что страна... Если, ну, если, ну, говорится, по существу, понятно, если там человек начал цитировать, ну, я не знаю, около 100, а это уже не очень нарушает отношения. Но если ты высказываешься по существу, усылаешься на заказательства, это абсолютно недопустимо. Прямая норма кодекса, там прямо говорится, что премия могут быть прерваны в единственном случае, когда лицо говорит не по предмету. То есть, условно, там, историю стран Западной, как я слушаю, суд не обязан, если это не относится к предмету спора, но последний завет здесь относится полностью. Да, ну, мы были на это готовы, то есть он Андрею Кенчу, ну, как бы, ну, в силе, как нужно, среагировать, и мы среагировали. Я понял, что мы готовы к его такому поведению, да? Да, это уже придется успокоиться, да. Потом, следующая часть у нас большая была, касалась как раз тех нарушений, которые были допущены не процессуально, в том числе, при исследовании доказательств. Судья тоже был очень хотел слушать. Да, хотел прервать. Стало тех же стежок, если вы говорите не согласны с решением. Ну, тут мы тоже дали понять, что мы не будем молчать, мы скажем все, что мы хотим сказать, а хотим сказать много. Да, это была наша обязанность отреагировать на процедурные нарушения, потому что это в том числе наша позиция, потому что это решение не может быть обоснованным, когда процесс так закончился. Это незаконное решение просто потому, что процедура была не соблюдена ни с одной стороны. Ну, буквально, в последних процессах. До экспертизы у нас вообще никаких претензий. Ну, как бы, нет никаких, но, в принципе, процессы, да. Нам давали работать. Нам давали работать. Продолжение следует...